Здравствуйте! Уничтожать турецкие продукты не будут. Об этом заявили в Россельхознадзоре. Грузы, которые попытаются провести в страну, будут просто разворачивать на границе. Задерживать и хранить их на территории России не планируется, пишет Известие. Источник издания в ведомстве пояснил, что Турция не входит в перечень тех стран, продукция которых должна быть сожжена или сдавлена под прессом. Напомню, уничтожать санкционку из стран ЕС, США и некоторых других стран начали в августе. Между тем, Минпромторг предложил российским автоконцернам подготовиться к введению ответных санкций от Турции. Речь идет об отказе от автокомпонентов турецкого производства. По мнению ведомства, это обезопасит рынок от прекращения поставок. После введения запретов на туры в Египет и Турцию, российские туристы стали активнее приобретать путевки в Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд, Индию и Вьетнам. Об этом пишет коммерсант со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России. Спрос на туры в Объединенные Арабские Эмираты, по информации издания, за последние две недели вырос на 20%. В Таиланд на 10-15%, в Индию и Вьетнам на 5%. На 3% выросли продажи путевок в Израиль. Кроме того, часть отдыхающих начали самостоятельно организовывать поездки в Турцию. Число бронирования авиабилетов в Анталию выросло на 20%. Росалкогольрегулирование не будет применять жестких мер к поставщикам спиртного. Напомню, 1 января вступает в силу система оборота алкогольной продукции Егайс, которая будет применяться к оптовикам. Как заявили в ведомстве, система в части опты и розницы сейчас проходит фазу ввода в эксплуатацию. Поэтому для отладки потребуется время. Жесткие меры ведомство начнет применять не раньше конца апреля. С 2006 года Егайс внедрена на производстве крепких спиртных напитков для учета производства этилового спирта и алкогольной продукции. Задача системы – обеспечить полный и достоверный учет производства и оборота спиртного. С 1 января будущего года к системе Егайс будет подключено оптовое звено поставщиков спиртного. С 1 июля – розница. Госдума поддержала поправку, а второй – обязательной индексацией пенсии. Напомню ранее, депутаты приняли в первом чтении правительственный законопроект, который предусматривает увеличение пенсии с 1 февраля 2016 года на 4%. В нем предполагалось, что по итогам первого полугодия может быть введен второй этап индексации. Профильный комитет Госдумы по труду рекомендовал к принятию поправку о том, что доиндексация обязательно. Ее размер и срок будут определены отдельным законом. Курс доллара, по данным Центробанка, на выходные – 67,66 рубля, курс евро – 73,67 рубля. На этом у меня все. Удачи в делах. Субтитры создавал DimaTorzok